Табличку на себе. 7 лет притирка идет. При условии, если вы живете отдельно от родителей. 7 лет. 7 лет просто это адские отношения. Кто-то думает, я же выйду замуж, я там принцесса и там ничего хорошего там не будет. Мужчина просыпается после свадьбы или после вот этого вот, когда подписываете вы свидетельство о браке, на следующее утро с тобой рядом, вот как будто вообще другой человек, но змея какая-то. Что с тобой произошло, да? Ты же вот позавчера нормально там, ну, там приготовила мне еды, принесла там чая там. Первые 3 года идет чистка сердца девочки на мужчине. Ты все свои обиды, которые у тебя накоплены на папу и на все твои отношения предыдущие, ты будешь выливать на своего мужика, а он будет не понимать вообще, что происходит. Он ничего не делал, а ты его просто дрючишь в нос и в гриву, и это продолжается 3 года. Плюс-минус это. И вот это, когда ты говоришь, все, я пошла к маме и ушла. И через месяц вернулась, 3 года и начинается заново. Поэтому как только вы там не истерите, никуда не уходите, потому что пусть это закончится в течение 3 лет, не растягивайте это на десятилетия, что многие растягивают на несколько десятков лет. 3 года, в общем, мужчина терпит тебя. И это вот кризис трех лет. Если вы развелись до трех лет, это не выдержал он, пока ты чистила свое сердце. Следующие 4 года мужчина чистит свое сердце на тебе. Все свои обиды на маму, все свои обиды на предыдущих женщин, все свои обиды на свою начальницу. Он сольет все на тебя. Но в этот момент ты же его уже выбрала. Ты поняла, что и так тебя можно любить. Потому что в течение трех лет ты его под дыхнула. А как ты меня любишь? Тебе же кажется, что тебя любить нельзя. И ты начинаешь его проверять и провоцировать. А вот так любит? А носки не стираю любит? А там этот, любит он меня? И он, да люблю, люблю, вся жопа синяя, и он будет тебе. И в течение, через три года ты только привыкаешь, да, меня можно любить, и кажется, это мой мужчина. Ты на третьем, ты на второго беременна, да, вот, ну там, и думаешь, а мой ли это мужчина? Ты пока не залетела, не могла подумать, да, дочь? Следующие четыре года после того, как ты уже перебесилась, мужчина чистит свое сердце на тебе. Пересолила, не досолила, что в шапке, что без шапки, постель не заправила, заправила не так, а у мамы оливье мельче нарезано, а мама вкуснее готовит, а мама меня всегда укрывала, когда я спал. То есть, вот эти все претензии четыре года. Если вы развелись потом, вот, ну вот, от четырех до семи лет, это не выдержала ты. Ты свое говно слила, когда начал сливать, он, ты говоришь, что-то мне с тобой, кажется, не по пути. Поэтому семь лет очень важно вот этих выдержать. Я не знаю, это вот, ну, мне кажется, ты должен в школе рассказывать, потому что это очень важно. То есть, нет, нет, нет. Когда ты прорабатываешь вот эти отношения с женой, начинается кризис среднего возраста, примерно там через лет пять, то есть спокойной жизни не будет никогда, не ждите. Я всегда всем говорю, нет никакой стабильности ни эмоциональной, ни финансовой, потому что когда ты стабильно зарабатываешь из месяца в месяц, с тобой что-то происходит не то. Когда у тебя ровные стабильные отношения в семье, с тобой что-то не то. Значит, семья скоро, ну, скорее всего, развалится. Если вы не ругаетесь или вот нету каких-то конфликтов, ну, скорее всего, все уже. Ну, вот, скоро поднимется вопрос, ну, скажем так, может подняться. Деньги. Деньги мы вернемся к папе сейчас обратно. А вот если после семи лет, например, после четырнадцати, тринадцати, тринадцати, брак, то что вы решили? Это, 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 это вещь уже она или осознанная, или вы уходили, то приходили, вот, то есть, ну, брак такой был, то он развалился, то соединялся, и эти семь лет еще у вас не прошли, скорее всего. Ну, не у вас, но у вас еще. Очень важно вот эти семь лет выдержать. Замечали очень часто, бывают так, с папой, с мамой жили, ну, у его родителей, там, прожили там двадцать лет, и хорошая семья, там, все хорошо. Потом родители уходят, а семья разваливается. Двадцать лет вы в браке прожили почему-то, да, а потом раз и развалилось. Потому что старики ушли, и ты только начал притираться, и вот эти семь лет у тебя только начались. Понятно? Поэтому двадцать лет мы жили нормально, а тут что-то столько претензий. Потому что, когда вы живете с родителями, ты не можешь ругаться, да, ты не можешь сказать слово, ты не можешь, там, свекровка, там, она тебе, там, к ноге, да. Особенно, ну, в Казахстане же вот это есть, вообще мы тебя поменяем, ты не из нашей семьи, да. Детей оставь, пошла, там, вон, мы там другую себе найдем. И вот невестка, она чувствует себя, как бы, ну, непринятой сюда и отданной оттуда. И она, получается, как бы, ну, нигде. И таким девочкам очень сложно жить, поэтому, ну, так вот. Все индивидуально надо, ну, рассматривать. Громче говори. Мужчина? Смотрите поступки. Смотрите количество цветов, стоимость подарков, которые он вам дарит, да, то есть, ну, на поступки смотрите. Больше ни на че не смотрите. Он может молчать, но дарить тебе, дорогие, ну, как-то быть тебе внимательным. Ну, не значит все, значит, ты еще не заслужила, наверное. Смотрите.